окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья в аппарат азодии на аппарате the town of light давайте продолжим исследовать это здание и его окрестности и так что мы должны сейчас сделать мы ищем амару если я правильно помню да мы должны найти ее в кухне подвале здания давайте посмотрим с какой стороны мы пойдем исследовать все вот жаль что нельзя здесь ускориться пробежаться я сейчас удовольствием ускорился потому что хочется смотреть всю местность но многие места можно просто пробежать к примеру вот это вот все эту палисадничек такой если можно так выразиться интересно какие же открытия нас ждут в этой серии наверняка что-либо очень интересное найдем узнаем ничего help me to forget to get out of system слышали слышали в прошлой серии про то что природа помогала нашей героине забыть все забыть и вырваться из системы так 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 видите доски можем ли мы по ним как-то подняться к давайте попробуем то и посмотри действительно можем вот только не знаю а нужно ли the scent of spring the land of light was far away and we spent the days chatting seated on the stone benches целыми днями они сидели на каменных лавочках и разговаривали просто но нам здесь идти некуда они стоп можем пройти опаньки так что нас там вроде ничего нету нет так мы не поднимемся оттолкнуть можем я использую тоже никак вот куда это мы подымаемся я хотел бы внизу все смотреть там видите тоже проем есть по моему куда-то можно пройти ох и сюда можно пройти там по моему только деревянные лавочки довольно таки кстати широкие должна какие задницы они рассчитаны на имеют он широкие не в это самое как не длинная в ширину вот то есть когда мы сидим спиной дотянуться до спинки будет очень проблематично ну я надеюсь у меня поняли так мы можем отсюда упасть я невидимая стенка и мы просто мы просто вернулись в принципе туда где мы уже были воу увидели этот фокус это уличная магия телепортация кустов ладно дубль два теперь подниматься не будем возможно можно было куда-то еще подняться я просто не заметил но пока что нам вроде как совсем нет не туда нужно нам нужно вниз куда-то в подвал в кухне поэтому пойдем по низу будем искать какие-то проходы так здесь по моему а нет издалека казалось что есть проем сетка была незаметная рабица так новое воспоминание значит мы идем дальше хотят они разу не рабица но все же почему я называю ее рабицей так а здесь мы были нет здесь мы не были посмотрите котлы какие-то деревянные нет эту дверь мы не откроем никак здесь решетка о посмотрите решетка оттокнута возможно здесь мы сможем пролезть нет не пролазим ладно найдем найдем как попасть туда это не проблема так теплицы это ведь не с нами произошло с амарой получается мы застали ее здесь видимо когда-то с кем-то когда они занимались в общем всем понятным и всеми любимым делом кстати я нашел проход вон он давайте просто на всякие пожарные здесь осмотримся чтобы не пропустить ничего интересного а в соседнюю теплицу мы не можем попасть до что-то у меня с горлом холодного видимо попил зима закончилась у меня проблемы с горлом начались ну ну бывает эй это не я давай 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 искать везде она должна быть где-нибудь здесь она должна быть где-нибудь найдем не переживай рена я в начале в начальных сериях помню неправильно называл нашу хренью первой серии реми рени на нее говорил не знаю почему вроде прочитал так где-то просто слово это гринит думал такие и зовут оказалось нет так это видимо аппарат для просовки туда ставится емкость и в жухом давит просует как мы можем даже открыть посмотреть продолжай искать мы не должны сдаваться ну попытка не пытка хотя чуть-чуть эффект дало это самому небо необычно такой тонкий голос у меня стал все будет хорошо давай искать ее быстрее быстрее нас подгоняет на шагерине и просто не терпится так мы можем пройти туда и туда и туда и туда мы кинсти янхер туман был find us маней фангас каман хари вывка тфайдер quickly понятно почему наше верение так спешит она считает что ее кто-то может найти нет 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 амара снахер не пищи за на шауэрс мы кинфайн по-моему это слишком много по-моему словесный понос начался в нашей рейне ее просто не остановить ее просто не остановить ну наконец-то она закончила говорить просто столько всего сказала даже на какой-то момент просто перестал ее слушать мне надоело потому что я услышал кое-что интересное и мне захотелось подумать над этим она сказала фразу в такие моменты ну она говорила что вода бывает иногда холодная в эти моменты они сбегали и дальше она продолжила о том что фразы в такие моменты мы приходили к рэне то есть мы сейчас в принципе играем вот опять таки я просто в растерянности а не могу понять мы сейчас играем рэне или не рэне я помню в прошлой серии было нечто странное когда мы могли там выбирать правильный ответ и помните как бы вопросы да и был один из вариантов типа а кто мы такой я тогда выбрал типа возможно какой-либо дальний родственник или что-то такое и опять таки вот сейчас и об этом думаю собственно какой дальний родственник если сейчас вот наша гириня говорит о том что она тогда здесь была в общем и приходила к рэне и в общем я просто запутался сейчас уже конкретно я не понимаю что как я надеюсь что игра в итоге даст ответы на эти вопросы потому что бывают такие игры которые дают только вопросы и в конце игры ты вот так вот сидишь и такой ну и чё а кто а как а где а почему и ничего не понятно все равно надеюсь эта игра не из разряда подобных которых я сказал надеюсь ответы мы получим темно фонарик давайте включим я только вообще вспомнил что у нас есть так понятно мы должны будем включить стиралку видимо первое закрываем стиральную машину второе два раза поворачиваем вот такой вот вентиль третье крутим еще один вентиль до упора четвертое вниз рукоять переключатель и 5 это что такое а на щитке включаем кнопочку окей а зачем нам это делать вот только не понимаю там ведь пусто давайте сделаем вот оно еще что я не понял что это такое почему здесь его нету ну ладно давайте сделаем потом возможно поймем зачем мы это делали так ну все до конца закрыл до конца поворачиваем вот этот вентиль есть и еще один два вентиля имелось в виду они два раза стоп понял я в чем суть то есть эта дверь как бы может вообще сниматься в любую сторону открываться какие вентили открутишь с той стороны ее можно будет открывать если открутить эти два вентиля то можно будет вот так вот ее открыть в ту сторону в принципе интересно и удобно конструкция такая любопытная так вентили мы отключили вот и повернули теперь мы должны повернуть полный главный скажем так вентиль который дает подачу воды видимо включить рубильник и запустить собственно эту кнопочку зачем мы это сделали я не имею ни малейшего понятия и что дальше мы должны просто ждать здесь немного неправильно реализована система открытия закрытия дверей то есть не нужно как в амнезии там и тому подобных игр но всегда как привет проживаю именно аннезию она была первой то есть брать и самую двигать мышкой уже просто нажать и и зажать, и держать кнопку нажатой. И все. Поэтому это не всегда удобно, так как иногда... Стоп, не понял. Вентили ведь... А как-то дверь открывается. Вентили убраны. На чем она держится сейчас? Вот это, кстати, бах, по сути, потому что дверь... Вот видите, вот такая же самая система с той стороны. Она ни на чем не может держаться, когда убраны вентили. Все. Как она не отпала еще. У меня привычка всегда повернуть ее в дверь. Она сама открывается. Ну ладно, давайте посмотрим, что там уже. А я не могу ничего сделать. Эй! Там... Что-то трещит. Ладно, давайте просто пойдем дальше искать. Возможно, в будущем мы должны были сюда прийти. Ну, не знаю. Раз уж пришли, что-то сделали. Зачем? Может быть, сверху что-то изменилось? Что-то изменилось? Прачечная... Бани... И у меня что-то игрушка немного подвисла была. Теперь все готово. Мы можем идти в душевые. Мы можем идти в этот широкий коридор в кухне. Мы встретимся в душевые. Глава 7. Теперь, в общем, наша Гриня сказала, что мы можем идти в душевые. Давайте все включим на всякий пожарный. Ну, ладно. Допустим, допустим, так и надо. Ноугад, я что-то сделал. Оказалось, видимо, правильно. Хотя, возможно, нам и не нужно было эту бандурину все включать. Нужно было только вентили покрутить. В этой бумаге отражается Да нет, такое ощущение как будто просвечивают или что. Или что-то с текстурами неправильно. Ну, ладно. Все равно, здесь ничего сделать по-прежнему нельзя. Ладно. Возможно, это котел. Может, это не прачечная, а котел все-таки. Действительно, кстати, может так и быть. Это было бы логично. Теперь мы должны идти дальше. Только куда идти? Ну, эти палки, думаю, достать было бы очень легко. Только зачем? Так, про коридор она сказала. Который в кухне. Узкий, длинный коридор. Кстати, в этой игре сохранения нет вообще, в принципе. Каждая глава может в отдельности запускаться из меню. После того, как мы дошли до определенной главы, глава становится доступна. То есть, каждый раз при заходе в игру можем либо начать новую игру, либо начать с какой-либо из глав, до которой мы уже дошли. Никаких сохранений нет, поэтому играть приходится до тех пор, пока слева не появится надпись «Глава такая-то». Это значит, что новая глава стала доступна в меню. Стоп, подождите, а здесь ведь мы... Мы ведь здесь были, здесь была перегородка. Кто ее убрал? Ладно, допустим, пошлите в душевую, в ту самую душевую, в которой с нашей героиней да, кое-что сделали. Не в этой палате, не в обзорвании, помнишь? Давайте в эту палату. Не сюда. Не в эти палаты. Транквилл. Как переводится тренквилл с английского? Семь. Где у нас? Семь. Понятно. Туда налево сейчас нам и нужно идти. Окей. Хорошо, что Гереня дала нам подсказку, то есть нам не пришлось идти аж туда в конец. Бегать чуть мы не можем. Ой, какой кошмар. Как я ненавижу стоматологов, как я и боюсь, вы бы знали. У меня очень чувствительные зубки. Поэтому лечение для зубов для меня... Лечение... Что они? Лечение для зубов. В общем, для меня лечение зубов это всегда кошмар. Ключи, ну ключи. Почему мы не можем взять ключи? Ну вот же ж... В любой игре это же, по-моему, самый первый предмет, который нужно подбирать. Ладно, допустим. Допустим. Ай, какой ужас. Какая бурмашинка огромная. Посмотрите. Не хочу, не хочу я здесь находиться. Давайте отсюда уйдем. Куда угодно. Просто уйдем. Как ужасным, наверное, здесь больным, потому что я сомневаюсь, что они здесь заботятся, что им там обезболивающе колят вообще. Наверное, они просто переносят кошмарное мучение, когда лечат зубы. Я даже думать об этом не хочу. Это просто вообще кошмар. Ночной кошмар просто. Просто ночной кошмар так. Да, туда. Пройти мы не сможем. Хотя под шкафом легко можно было пролезть, но да ладно. Видимо, у нас героиня очень толстая. Фандерс, Сэнкс. Это основатели? А, это, наверное, те, кто поддержал игру, возможно, на Кикстартере. Да. Судя по всему, да. Вот таким образом им сказали спасибо в игре. Тоже такой неплохой способ. Всегда приятно, когда в игре твое имя появляется. То есть, не где-то там в конце титров, до которых никто никогда обычно не доходит. А прямо в игре. Наша героиня решила раздеться, да? Ну ладно. посмотрите, в крови не показалось. Красные ногти плюс кровь. Кровь на одежде. Причем одежда у нее как будто не сильно из психушки сбежала. Так, что происходит? У меня что, игра повисла в очередной момент? Воспоминания. Давай включим теперь воду и все будет так, как когда-то было. Говорит героиня, я в принципе не против, раз уж мы разделись, то нужно помыться. Зря мы что ли? Как медленно мы теперь ходим. Фу, блин, я перепугался прямо. Ужас какой. Само собой, некоторые не могут сами мыться больные, поэтому их мыют. Сужащие. А некоторые больные даже развлекаются. Амара была единственная что Рене не было. Они разрушили их. Рене в соми-агитационную больную, который уничтожил всех. Продолжение следует... 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 в общем так 6 в принципе понятно вот она 5 таки когда в палате воцарялся всеобщий хаос в общем работники психбольницы закрывали полностью окна выключали полностью свет и воцарялась абсолютная темнота это было сделано для того чтобы кто мог как бы заснул успокоился остальные как бы успокоились потому что перестали видеть своих демонов так далее которых они видят как бы при свете дня по сути для того чтобы успокоить пациентов разбушевавшихся но я думаю некоторых пациентов наоборот это скажем так не то что раздражало а действовало для них как толчок а а а а Воу Не, ну эти крики, ну, блин, это Это просто вынос Мозга Я не хочу идти туда на эти крики Мне реально жутко, хотя я понимаю, что, блин, ну в этой игре ничего не должно быть страшного абсолютно Ну, да ёлки, меня даже эта картинка испугала Неужели я стал таким чувствительным? Хотя вроде хорроры очень люблю, играю в них часто очень Из фильмов, в основном фильмы ужасов смотрю тоже И как бы, по идее, я не должен бояться, я должен к этому быть готов ко всему Но, всё равно, настолько атмосферно, как бы, я играю, что Каждый раз, когда кто-то меня пугает Когда какая-то морда выскакивает в игре С диким криком Я просто хожу под себя Хе-хе-хе Ну, это ж хорошо, в принципе Я получаю то, ради чего, собственно И играю в хорроры И хоть эта игра не хоррор Никаким местом, но Определённые эмоции она мне доставляет Подобные эмоции из хорроров Я несу всякий бред Потому что я просто не понимаю Что нам необходимо теперь делать Куда нам необходимо теперь идти Палаты там все закрыты, кроме одной Но эта палата, она пустая Мы её обошли, и всё И что же дальше? Что же дальше? Ну вот, палата Возможно, нужно везде выключить свет И закрыть окна Судя по всему, да Судя по всему Раз уж нам об этом героиня сказала Плюс Плюс Крики мы слышим То есть, по сути Как раз та паника Тут хаос и начался Давайте позакрываем Всё Свет, 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 свет Свет здесь и так не горит Ну, окон здесь Дофигища Может быть, не все Всё-таки нужно закрывать Давайте закроем Всё-таки, чтобы уже Скажем так Эксперимент был чистым Как меня раздражает этот звук Ух Судя по всему, правильно? Судя по всему, правильно? Судя по всему, правильно? Они надевали на нас Смирительные рубашки Ставили под ледяной душ Накрывали тебя А, душили тебя Душили тебя полотенцем Привязывали к постели Меня к постели Рядом со мной Женщина погибла Задохнулась Собственной Блевотиной Её привязали Потому что она Мастурбировала Я помню Я кричала Но всем было насрать Очень жестоко Это кошмар Это было тогда Когда я увидела Эту куклу Которая не была Шарлотта Нет, она не была Шарлотта Сколько пошлостей Посмотрите По-моему Эта игра просто переполнена Пошлостью Прошлое было Как теперешняя Кукла Мужчина Позор Рене Всё дальше Отдалялся От реальности Как я смогу Когда-то найти Амару Если не могу Найти даже себя Началась Глава 9 Друзья Да уж Это было Очень всё Странно Как мы видим Всё более и более Жестокие Меры Принимали Сотрудники Этого заведения По отношению К К больным В принципе Да, так можно и сказать К больным Чуть не сказал К заключённым Помещённым сюда Людям Это просто Это просто страшно Реально страшно Давайте прочитаем МОТЕФОСКОЛИ МОТЕФОСКОЛИ КОНЕФОСКОЛИ Наша героиня Потому что Очень люблю Когда начинается У персонажей Словесный понос В записке Было написано Это было письмо От мамы Думаю, вы поняли Мама писала о том Что очень тяжело Ей слышать о том Что произошло Она очень переживает За нас И она верит в то Что с нами В итоге Всё будет хорошо И по сути Говорит Нам просто Держись И наша героиня Сказала Что это было Последнее письмо От нашей матери Она больше не писала После того Как провели Медицинский осмотр Что было дальше Я уже не слушал Мне уже просто надоело Так И появились Какие-то варианты Ответа Возможно Это письмо Которое мы можем Отослать обратно Пожалуйста Я умоляю тебя Вытащи меня Из этого места Оно меня так сильно пугает Они делают мне больно Очень плохо Они всё у меня Забрали И Я такая одинокая Никто ничего Обо мне не знает Как будто Меня просто Не существует Давайте выберем ответ Они делают мне плохо Даже мой друг Помог мне Сделать что-нибудь У меня есть страх Который я не могу понять Я полностью В замешательстве Ты была права Я знаю Я была не права Я понимаю это Я так опозорена Если бы ты только знала Насколько сильно Я не могу продолжать так жить Без какой-либо причины Я даже не могу больше плакать Давайте возможно Попробуем сказать Что наша мать была права Сейчас вроде как Всё уже хорошо Теперь Всё будет отлично Я тяжело работаю Я буду очень хороший Они ненавидели меня Он ненавидит меня Он хочет меня убить Но никто не понимает Никто мне не верит Я не знаю Что со мной происходит Иногда Я даже не понимаю Где я Я просто хочу умереть Вечером Я надеюсь Не проснуться снова Вот даже не знаю Какой сейчас выбрать вариант Давайте выберем Хороший вариант Как будто бы Мы уже всё понимаем И так далее Возможно Это повлияет на концовку Не знаю Возможно Она меня послушает Но ответит ли она Пошла загрузочка Вообще Пора бы серию заканчивать Но игра всё никак Меня не отпускает Понятно Мы сейчас будем Должны найти Способ отправить Это письмо Но сделаем мы это Уже В следующей серии Спасибо вам большое Друзья За просмотр Не забывайте Подписываться на канал Удачи Друзья И встретимся В следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok